Герман и сайт VideoGameplay.ru представляют Я сначала записал первый обзор, но он мне не понравился, я его удалил И сейчас записываю второй раз обзор уже более качественно, более углублен Давайте начнем Первое, что здесь есть, если нажимаем новую игру, у нас есть компания, свободная игра И свободная игра с таблицей рекордов Также рейтинговый матч, можно будет, ну короче, тоже с определенными торговыми условиями и целями Понятно, да, вам какие-то цели, рамки какие-то вам сдаются Я играл, разбирался в свободной игре И достаточно неплохо, как мне кажется Давайте загрузимся Я уже здесь советник Я, конечно, здесь не очень крутой, но все же нормальный Так, как вы видите, денег у меня пока что немного Давайте расскажу немножко, что здесь есть Ну, во-первых, здесь просто глобальная карта Вот, смотрите, управлять клавишами WVSP можно, вот, смотрите Карта просто огромная Вот эти вот города у меня еще не открыты Их надо подплывать к ним открывать Видите, да, что мир просто огромен Здесь куча-куча-куча всего Вот эти у меня уже города пооткрыты У меня здесь есть лицензия на торговлю Просто вот И вот, начиная вот отсюда Вот с этой местности уже здесь идут пираты На вас могут напасть, разбить, убить Так что здесь уже будьте осторожны Это все плавают корабли других государств, торговцы Как может быть вояки Что еще представлено в этой игре В этой игре у нас присутствует наш родной город Где мы появляемся еще, так сказать, в торговле мальчуганом Мы еще не опытные, мы еще ничего не знаем И нам предоставляется наш город Венеция Первое, что хочу здесь отметить, один плюс Здесь есть собор Если здесь есть собор, вы можете все здания, которые здесь присутствуют, строить Без этого Без ограничения То есть нет ограничения на постройку зданий Можно до бесконечности их строить Дальше У нас здесь есть банк В банк мы можем зайти Можем одолжить деньги под процент Можем занять деньги Ну и все в таком же ждухе Под процент, естественно Потом у нас есть здесь склад Склад это одно из таких Очень важных вещей для этой игры Потому что Здесь, если у вас есть производство Как у меня, вот допустим Вот смотрите, у меня есть Шесть зданий, которые производят у нас фрукты И у меня 21 дом Где живут поселенцы и арендодатели Так Так же вот у меня на складе скапливаются фрукты И я их продаю Достаточно выгодно Самому производить товар А потом его продавать в других городах Где Его Крайне не хватает Дефицит Поэтому Сначала Что я вам посоветую Это Неплохо Развиваться в Венеции Чтобы у вас были фрукты Потом Задари купить лицензию Но у меня ее до сих пор нету Лицензии на строительство Потому что здесь она Чрезмерно дорогая Лучше я потом куплю Когда у меня будет неплохо денег У меня вот здесь есть лицензия И вот здесь На строительство И в каждом из этих городов У меня Немножко Построено Вообще совсем чуть-чуть Самое много у меня здесь Построек Так У нас еще есть здесь таверна Здесь мы можем нанимать Различные услуги Доносчиков Воров Соблазнителя Ну то есть Здесь вы сами почитайте Я этими услугами Не пользовался никогда Поэтому Думаю тут Разберетесь Вор что-то у нас Моруется Склада соперника Естественно тут За определенную цену Доносчик доносит Ну и Тут почитайте Тут не сложно Так Еще у нас есть торговля Давайте объясню Точно что Может здесь участвовать В торговле Торговать у нас Первое Можно вот Город с кораблем То есть с вашим конвоем Потом Склад с кораблем Это вы можете Складывать там Какие-то Продукты Допустим Пшеницу Ну Рожь Пшеницу Зерно Масло Ну и так далее На свой склад Оттуда же забирать его Потом Есть вот склад Торгует с городом Вот допустим Вот смотрите У меня 121 фрукт Уже сделалось Вы можете Его продать Вот сюда Видите По 60 По 60 Это очень маленькая цена Объясняю Что значит Зеленые полосочки Я И вообще Я смотрел на ютубе Обзор Но Нормальных обзоров Нет Поэтому делаю свой Две полоски Это означает Что товара на складе Достаточно Много Для этого города Ну то есть Не просто много А нормально И поэтому Цена Средняя цена Здесь Средняя Это значит Более-менее Низкая Понятно Если же Красные полоски Все Значит Товар Товара на складе Практически нет Видите Да Винограда У нас Почти нет Ну это виноград Но написано Вино Я называю Это виноград Что это же есть Он стоит 200 Если мы будем Продавать Или покупать Также В городах У нас есть Ваша популярность То есть Популярность Ну Мы ездим Продаем И у нас В городе Образуется Своя популярность Если мы Завозим Редкие товары И продаем Их По Только Завышенной цене Тогда У нас Возрастает Популярность В нашем городе Допустим Вот смотрите Мы купили Вот по 60 Фрукты Поехали В Задар И продали Их там Уже По 100 Допустим У них там Всегда Фруктов нет По 100 И продаем Всегда По самой Высокой цене То есть По 100 Как только Начинает цена Снижаться Вот смотрите 60 Да цена А блин Тут не показать Ну ладно Вот смотрите Покупаю Видите Увеличивается Цена 63 68 70 Товар уменьшается И Спрос на товар Становится Выше И поэтому Так как мало товаров У нас На складе В городе Цена Естественно Повышается Если мы Купим Все фрукты Люди Сразу На нас Обидятся Город Упадет То есть Еды не будет Город Естественно Будет Бедствовать И у нас Сразу же Понизится Популярность В городе До нуля Поэтому Весь товар Скупать не стоит Вы только Скупаете Вот 60 Видите Вот так вот Скупили До 60 Все Больше Не надо Окей Да и вам Не выгодно Скупать По максимальной Цене И продавать По максимальной Цене Где же До прибыли Понятно Теперь За это Я вам Рассказал За торговлю В сенате Вы можете Получать Должность Какую Здесь Есть Также Задания Можете Выполнять Определенные Задания Ну вот Где у нас Тут Задания Ой Ну тут Можете Почитать Каждый раз Вот различные Задания Вот это Ваш Как бы Ранг Уровень Вот я Сейчас Советник На данный Момент Видите Благосостояние 124 тысячи Мне надо Это Сразу Говорю Не столько Как Объяснить Это Не проданные Товары На эти Деньги То есть Если вы Продадите На 124 тысячи Товаров Вы не будете Уже Вы не повыситесь В уровне Это просто Ваше Благосостояние Благосостояние Можно посмотреть В Сенате Заходим В Сенат Продвижение И здесь Вот написано Вот 626 Текущий И требуется Сколько Ну Понятно Также Грузоподъемность Рабочий Матрос Все это Понятно Когда у вас Здесь уже Будет полностью Здесь появится Плюсик И вы Можете Приехать Сюда В Сенат Нажать Продвижение И уже Они Выберут Уже Вас Также Смотрите Если мало Пациентов Вы можете Дать взятку Кому-то Два дня Ну Не знаю Сколько здесь Ежемесячное Ну Понятно Да Можете дать взятку Кому-то Лицу И он Проголосует За вас На собрании Понятно Ратуша Здесь у нас Все здания Все производства Вы можете Здесь Купить Производство Можете Сами Построить Здесь Если честно Скажу Венеции Лучше Строить Саму Потому Что Цена На строительство Гораздо Меньше А покупать Их Не стоит Только Потому Что Здесь Есть Собор И все Здания Вы Здесь Не Скупите В других В городах Только Покупайте Потому Что Если Вся Производительность Будет Принадлежать Вам И все Дома Пожилые То Это Город Именно Ваш Вы Подчинились Своему Городу Вы Царь Арсенал Здесь Вы Можете Купить Корабль Построить Корабль Естественно Тоже Совет Устроить Корабли Это Гораздо Дешевле Но Если Покупать Здесь Есть Корабли Покруче Вот Допустим Блин Где здесь За 600 Нет Наверное Преган За 600 Будут 600 Грузоподъем Но Требуется Оборон Видите А я Похоже Советовал Так же Можно Продать Свои Корабли Если Вы Хотите Продать Можно Ремонтировать Можно Примонтировать Именно 1% Можно Примонтировать И Самая Такая Вот Тема Не Понял А Где Капитана Вот Тоже Улучшайте Вот Это Мой Первый Конвой Стоит На Якоре Второй Конвой У меня Вот Плавает В Море И Я Тоже Могу Управлять Сейчас Уясню Как Что Вот Это Увеличительная Атрибута Здесь Можете Улучшать Ваш Капитана Которая Вот Это Плавает Объясняю Как Настраивается Конвой Давайте Покажу На Примере Того У меня Стоит В Парту Здесь У нас Есть Несколько Вкладок Обзор Конвоя Тут У нас Все Написано Но Здесь Думаю Сами Поймете Это Боевая Мощь Это Пушки Здоровье Ну И так Далее Здесь У нас Какой Груз Какой Сильный Кораблик Для Войны Если Кто-то Вдруг На вас Нападет Так Торговый Маршрут Давайте Объясним Как Спланировано Нажимаем Сюда Правой Кнопкой Мыши Нажимаем На этот Город Потом Нажимаем На Извиняюсь Извиняюсь На Маршрут Сначала На Венецию Нажимаем Потом На Задар Нажимаем Потом Нажимаем Ай Неправда Венеция Задар Добавим Лево Потом Выбираем Рагусу И Выбираем Дурес Получается У нас Корабль Проходит С Венец Идет Задар Потом Врагусу Потом Дурес Настраиваем Города В Венеции У нас Есть Склад Поэтому Мы Можем Выгрузить Сырье Продать Кому Разгрузить Кому Ну Вот Эти Все Кладочки Мы Ставим Получше Все Убираем Мне Это Не нужно У меня Есть Уже Один Комп Задар У меня Нет Склад Поэтому Ставим Можем Естественно Только Можем Продавать Добав Вот Так Вот Все Поставляем Нажимаем Сохранить Вот Здесь Можно Настроить Куда Как Оно Продавать Сюда Лучше Не Лезть Честно Потому Что Он Сам Сам Продает И Сам Зарабатывает Он Будет Сохраняете Потом Нажимаете Вот Сохранили Нажимаете Допустим Загрузить Вот Загрузить Ну Короче У меня Уже Есть Один Корабль Который Ходит Загрузить Вот Он Сколько Приносит День Вот Сейчас Он Это В прошлый Раз Сколько Он Заработал Возвращается В Венецию Заработок Вот Опять 4100 Заработок Понятно Думаю Теперь Вы Поняли Как Здесь Сделать Конвой Потому Что Я Смотрел Много Роликов Говорили Не Знает Сделать Вот Вот Желательно Чтобы В каждом Городе Был Склад И В каждом Городе Хотя Бы Одно Здание Производство Какое То Вот У меня Пока Что Здесь Производят Коноплю И Здесь Производят Кирпичи По Одному Зданию Пока Что И По Зданию Рабочих Естественно Чтобы Не Было Нехватки Работы Здесь Здесь Она Все Так А Не Не Ага Теперь Покажу Как Назначить Нажимаем Сюда Нажимаем Кораблик Нажимаем Вот Сюда Вот Выбираем Этот Кораблик Нажимаем Город Начальник ФО И Мы Можем Шлюб Назначить Сюда Еще Один Кораблик И Еще Мы Один Можем Назначить По Моему Можно Назначать Аж До Самого Низа Я Конечно Еще Так Далеко Не Проходил Но Думаю Возможно А Этот Шлюб Я Хотел Бо Назначить Вот Этому Конвою Который У меня Ездит Здесь Вот И Тут Так Давайте Глянем Видите У него Здесь Всего Лишь А Нет Три Корабля Три Корабля Понятно Активация Маршрута Уберем Торговля Наберем Немножко Матросов Потому Что Если вдруг Кто-то На него Нападет Это Будет Очень Фигом Все Теперь Активировать Маршрут Он Тут Закупился Западался Вот Видите Пока Что Доход В прошлый раз Двадцать Три Тысяч А Сейчас Че Не Понял Сейчас Он Доход Заработал Не Заработал Что-то Сейчас Почему-то Не Пишут Насчет Доход Доход Еще Разок Вот Доход Три Тысячи Вот Он Подал Сообщение И Заработал Три Тысячи Заработал На Советник Здесь Нам Все Рассказывает Что Свободный Корабль Есть Где Чего Не Хватает В Городах Какое Благосостояние Писали Торговый Маршрут Понятно Неэффективность Торгового Маршрута Но Здесь Просто Надо Побольше Сделать Производственных Знаний Когда Маршрут Будет Эффективен В Данный Момент Он Пока Что Неэффективен Так Что Еще Здесь Можно Рассказывать Что Здесь Есть Хроника Тут Полностью Рассказываются Все События Которые Происходят В Мире Журнал Учета Задание Информации Настройки Это Конвой Который На море Который Плавает Допустим Вы бросили корабль Извителю На якоре Стоит Вы Его Можете Их Извести Это Конвой Города Можно Посмотреть Вот Который Конвой Стоит Просто На месте Давайте Опять Проследим За Ним 3465 Заработок У Него 4000 Заработок Пошел Но Ну это У меня Честно Сейчас Скажу Снимал Обзор И У меня Первый раз Вот это Что Смотри За Рагусей Неэффективен Торговый Маршрут Вот Пожар Вот За этими Событиями Советую Вам следить Потому Что Если Пожар Нажимаете Пожар В городе Можно Прочитать Это Здесь Хроника Рагуса Случился Позар Если Чего Спрос На Дерево Кирпичи Возрос Был Вы Покупаете Кирпич И Продаете В Рагусе Вам За это Платят Намного Больше Чем Обычно Это Вот Такие Парочка Советов В принципе Я вам Рассказал Здесь Все Что Можно Было По Субботной Игре Вот Тут Подсказки Вам Иногда Здесь Пишут Подсказки Но У меня Уже Все Использовали Уже Довольно Давно Играю Можно Создавать Огромные Маршруты Торговые То есть Можно Сюда Ехать Туда Но Это Желательно Чтоб Здесь Везде Все Было Построено И Это Все Ступалось Продавалось И Можно Делать Торговый Маршрут Не Одного Корабля 5 Кораблей Ну Ой Не то Сказал Три У вас Вот так Конвоя Ходят По моему Четыре Даже Может И Больше Чтоб Ездили Сами И Продавали Так Думаю Я Рассказал Все Что Хотел Если Вы Хотите Чтобы Я Сдел Более Подробное Обучение По Каким Отдельным Моментам В Конечно Заходить Всем Спасибо За Внимание С вами Был Герман Подписывайтесь На Канал Ставьте Больше Палец Смерти И Всем Пока